Сегодня Владимир Путин общался с фермерами, обсуждал с ними самые насущные проблемы. Глава государства сообщил, что есть договоренность с производителями удобрений держать цены до весны. Эта тема важна для фермерских хозяйств. На совещании по проблемам сельхозотрасли прозвучала интересная цифра. Доходы России от экспорта продовольствия превышают выручку от традиционно очень прибыльной для России продажи вооружений. О задачах, которые стоят перед сельским хозяйством и способах их решения, в репортаже Михаила Кинченко. Смотрите, зерно какое сухое, знаете, как оно уже рушится. Просто прелесть. 115 центнеров с гектара. Не рекорд, но результат отличный, с гордостью рассказывает директор хозяйства. Еще пару дней и с кукурузой закончат. На полях пока остался подсолнечник и поздний картофель. Остальное вот оно, небольшая выставка достижений одного хозяйства прямо в поле. И самому посмотреть приятно. И главе государства показать не стыдно. Картофель, лук, морковь, свекла, капуста, большевой набор. Это все наше. Вырастить и собрать урожай – это еще полдела. Фермеры говорят, самое трудное впереди. Нужно еще овощи и зерно выгодно продать. Только вот закупщики стараются максимально занизить цены. Вот и выходит порой, что, например, килограмм такого молодого отборного картофеля здесь на поле стоит 10 рублей. В магазине его цена увеличивается в 2-3 раза, а порой и больше. Погода в этом году, говорят фермеры, как на заказ. Хорошие дожди весной, сухо в уборочную. Даже сейчас, в конце сентября, жара под 30. На полях ничего не останется гнить. Уберут все до последнего зернышка. Теперь волнуются, как бы цены не пошли вниз. А вообще есть темпетия, что цены на зерно, но наши продукции не сохранятся. Или еще будут расти? Цены на зерно? Цены на зерно, да. Ну, это рынок определяющий. Я думаю, что цены будут стабильнее. В этом году урожай хороший, где-то в районе 100 миллионов тонн будет, да, Александр? А в прошлом году он даже был и больше, 100 дней. Поэтому это уже говорит о том, что цены не должны падать. Они должны быть стабильнее. А правительство должно быть в свое время принять соответствующее решение по закупкам с тем, чтобы обозначить вот эту цены. Это очень хорошая цена. Спасибо, что удержали. Дорогие издержки. Спасибо нашим заморским друзьям. Какая-то не стоит. Все равно будет хорошо. Будет еще лучше. Буду надеяться. О финансах традиционно одной из самых больных тем для российского фермера разговор с президентом идет за хлебосольным казачьим столом. Надо ли говорить, что на этом столе все свое, начиная от огурцов и рыбы и заканчивая фаянсовыми тарелками. Тоже местного производства. Хорошо бы, чтобы и на столах всех российских семей было бы не хуже. Нам не хватает внутреннего производства для того, чтобы удовлетворить собственный рынок. Уже запас прочности для сельского хозяйства очень большой. Ну а кроме этого нам нужно будет завоевывать и внешний рынок. Почему нет? С таким количеством земли, с такой пашней колоссальной, которую можно еще поднять. В этом смысле. Мы самая богатая страна. Не по нефти и газу, а по возможностям сельского хозяйства. В помощь фермерам многомиллиардные бюджетные дотации на освоение новых земель, покупку новой техники. Но не хватает рабочих рук. Зарплата в этом хозяйстве около 50 тысяч рублей. Сейчас в Страду и по 100 тысяч получают лучшие специалисты. Только вот молодежь не хочет оставаться в селе, не говоря о том, чтобы ехать сюда работать из города. Говорят, непрестижно. Можно как-то, я не знаю, рекламу, мы смотрим по телевизору рекламу, идем в магазин сразу покупать новый товар. Как вас зовут? Дмитрий. Дима, здесь рекламы недостаточно. Хотя, конечно, об этом нужно говорить. Кстати, говорится, что мы с вами здесь сейчас в поле сидим, это уже реклама. Развивать нужно производство. И от этого будет зависеть результат и качество жизни населенного. Они их создадут привлекательность. Будет в России благосостояние, будет социалка есть развиваться. Да люди поедут. Прощу будет жить. Разговор о проблемах российского села продолжился уже на другом ростовском сельхозпредприятии. Владимиру Путину показали здесь хранилища до отказа забитые овощами свежего урожая. Все выращено и собрано своими руками. Предприятие это семейное. Хороший, который обалденный. Да, не хуже и их, это не хуже и жрай. Как сделать так, чтобы производить можно было больше? Разговор об этом уже с участием министров российского правительства. Традиционное совещание по итогам уборочной. По плану уже через пять лет Россия сможет сама полностью обеспечивать себя овощами, фруктами, молоком, мясом. Темпы взяли хорошие. Есть все условия для дальнейшего развития. Упускать такой момент нельзя, отметил президент. По оценкам в 2015 году объем импорта сельхозпродукции снизится на 40%. И из этого можно извлечь максимальную пользу, своевременно реализовать программу импортозамещения, нарастить выпуск сельхозпродукции и укрепить продовольственную безопасность и независимость страны. Но хочу сказать то, о чём уже говорил неоднократно. Это окно возможности когда-нибудь тоже закроется. Поэтому нужно, потому что рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон, они всё равно когда-то заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы твёрдо встать на своём собственном рынке. Владимир Путин призвал объективно подходить и к оценке качества продуктов. Зачастую к отечественным сельхозпроизводителям сегодня предъявляют куда более строгие требования, чем к зарубежным поставщикам овощей, фруктов, мяса. В Министерстве сельского хозяйства идею развили и предложили ввести специальные отметки для пищевых суррогатов, которые попадают в российские магазины. Предлагаем ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих пальмовое масло, либо заменитель молочного жира. То есть большими буквами, как на сигаретах, примерно третья часть от этикетки, именно писать, допустим, пальмовый йогурт или молочный продукт с добавлением растительного масла или пальмового масла. И пусть уже потребитель сам определяет, что ему покупать, что выгоднее. Да, это будет дешевле, но все будут прекрасно понимать, что это молоко не из молока. По итогам совещания президент поручил Министерству сельского хозяйства внимательно следить и за тем, чтобы у российских фермеров был свободный доступ к прилавкам крупнейших магазинов страны. О чем их заполнить, крестьяне знают. Уборочная еще не закончилась, а уже начался сев озимых. Урожай будущего года. Михаил Акинченко, Юлия Чумакова, Андрей Мелехов, Ольга Меркулова. Первый канал. Ростовская область.